Бангкок Но это не так, это и есть легендарный Сэцсон Пинонг В этот раз, когда я решил снимать «Страну боксеров» Я решил поставить для чистоты эксперимента сделать следующую историю Мои фильмы смотрят не только люди, которые хотят ездить с детьми Вот я для этого взял своих двоих сыновей Чтобы потом они поделятся впечатлениями, можно ли брать сюда детей, тренироваться Потом я взял, естественно, профессионалов, знакомьтесь, Олег Хохлов Чемпион мира, чемпион Европы по кикбоксингу, фулл контакт с лоу-киком И мой товарищ Никита, он из Киева, он никогда не занимался боевыми искусствами В прошлом кандидат в мастера спорта по волейболу Высокий и худой, прекрасно плавает То есть у нас представлено практически средств всех категорий граждан, которые хотят ехать в Таиланд И сомневаются в этом, стоит или не стоит Давайте сегодня разберемся, что хочется сказать перед тем, как мы зайдем Обратите внимание, вы можете сравнить мои старые фильмы То есть кемпы на Пхукете Они огромные, они большие, там очень много людей Ситсон Пинонг, он совершенно другой, у них другой принцип работы Ситсон Пинонг У них здесь есть ограниченное количество комнат, какое мы сейчас узнаем Они берут по местным меркам достаточно большие деньги То есть это тысяча долларов в месяц За эту тысячу долларов в месяц вас дважды в день тренируют, дважды в день кормят, предоставляют жилье И дают гарантию, что в зале никогда не будет больше учеников, чем умещает этот зал То есть на каждых два ученика здесь приходится один тренер Поэтому они дают качество Ситсон Пинонг знаменит на весь мир, тут тренируют мастера, которые известны на весь мир Ну хватит болтать, пойдемте посмотрим, чем их едят Ситсон Пинонг Ситсон Пинонг Ситсон Пинонг Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, конечно же уровень каждого кемпа определяется не только тренерским составом но и теми звездами, которые здесь тренируются Это Сити Чай Специалисты Май Тай и Югерсов, что нас сразу узнали Это мировая звезда, звезда мирового уровня Он дрался на легенде Он выступает в Глории И это в своей весовой категории Он номер один в мире Сейчас мы посмотрим, как он работает В зале сейчас есть еще одна суперзажда Тонг Чай Вот, мы сначала снимем Сити Чая Потом я представлю Тонг Чая И теперь подумайте Стоит ли ехать в Бангкок Чтобы просто хотя бы посмотреть, как они тренируются У вас есть шанс не только посмотреть Постоять с ними в паре Поработать в клинче Поверьте, это дорогого стоит Сколько это стоит, мы попозже еще обсудим А пока просто наблюдаем И мою рожицу, так как Берешь? И мою рожицу Вот так, друзья, бьют настоящие чемпионы Это второй суперстар Вторая суперзвезда, которая тренируется в этом кемпе Это Тонг Чай Тонг Чай Мне нравится побольше Потому что он высокий Он крепкий У него вес где-то 75-76 килограммов Высокого роста Почти метр 76, метр 78 По метр 80 Может даже чуть повыше Очень высокий Очень физически крепкий Обратите внимание на его ноги И очень резкий Такой прям Не таяц, а красавец Просто любуюсь Иногда отвлекаюсь от тренировки Просто обращаю внимание на него Потому что Ну, есть чему поучиться Друзья, еще раз Если вы хотите заниматься именно Риал Муай Тай То в Бангкоке Прекрасное место Си Цон Пинон Мы продолжаем наш фильм Не покидайте нас А пока смотрите Как тренируются профессионалы Не поленился Не поленился Мы с ним еще поговорим Какой рост У Танчая Метр 79 Вес сейчас 79 килограммов Выступает он в 72 Гоняет немножко вес Но он просто опасен Просто машина Ребят, машина И ему всего 19 лет И он подпишет нас Ребят, машина Друзья, вот Ким только что сказал, перед нами работает чемпион Лумпини, чемпион Таиланда, хатайскому боксу. Но что меня удивляет, это не удивляет, на что я вам обращаю, но что мне больше всего нравится и на что я акцентирую ваше внимание. Обратите внимание, как работает Патмен. То есть он не просто стал ван ту, ван ту, ван ту, как в многих кемпах. Он фактически имитирует поединок. И только боец ошибается, он сразу наказывает. Этим отличается профессиональный кемп, профессиональный подход от кемпов для туристов. Обратите внимание, как работает. Обратите. Еще один очень важный момент. Здесь эти рукомойники. Я не знаю, как это с точки зрения безопасности, если сюда головой влететь. Но здесь занимаются тайским боксом, серьезные парни. И в перерывах можно подойти и просто умыться. Нигде такого не видел. Мне кажется, это круто. Думают о спортсменах. Думают о спортсменах. Держи здесь. Держи здесь. Держи. Готов. Да. Окей. Еще один момент, который меня очень приятно удивил в Си Цон Пинонг. Здесь стоит водичка, которую заливают. При мне залили из бутылок, которые тут же открывали. То есть это вода чистая абсолютно. Ее заливают простерилизованной, скажем так, помытой горячей водой вот такие вот сосуды. Смотрите, что внутри. Внутри лед. Внутри лед. Они много пьют во время тренировки. Это для тех, кто говорит, надо пить во время тренировки, не надо пить во время тренировки. Тайцы пьют. Я не знаю, надо или не надо, я тоже пью. И у каждого есть своя бутылочка или свой стакан. Здесь за этим очень долго следят, чтобы соблюдать санитарию. Все-таки в зале достаточно много людей. А мы продолжаем. Попробуйте только не досмотреть нас до конца. Друзья, каждый, занимающийся тайским боксом, мечтает хотя бы раз попасть на Лумпини. Вот эти двое парней, сидящих здесь, завтра там дерутся. Они сейчас готовят вес, заскромничали, готовят вес. Завтра в 5 вечера мы выезжаем вместе с ними на Лумпини, снимем бэкстейдж. Вы увидите, как это круто драться на Лумпини. Молодые файтеры, но уже опасные. Будьте аккуратны в Бангкоке. Молодые файтеры, но уже опасные. Молодые файтеры, но уже опасные. Жарко. Первый день в Бангкоке непростой. Молодые файтеры, спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...